Гетмана Мазепу Он имеет большой опыт в политике и, в отличие от московитов, следит и знает, что происходит в других странах. Он показывал мне свою коллекцию оружия, одну из лучших, что я видел в жизни, а также большую библиотеку, где на каждом шагу видны латинские книги. Речь его отборная и нарядная. Правда, больше любит молчать и слушать других. 1710 год. Юст Юль. Датский вице-адмирал и посол. Удивляется, что не только украинская шляхта, митрополит, но и монахи Киево-Печерской лавры имели высокое образование и культуру, европейское поведение и разговаривали на безупречной латыни. Датчанин не верил своим глазам, видя грамотных крестьянок. Жители Украины живут в благосостоянии и много поют. Они покупают и продают всякого рода товары и не платят никаких налогов, кроме небольшого сбора в гетманскую казну. Они имеют неограниченную свободу заниматься каким угодно промыслом. В городе Немиров бедная хата, о небо, чище богатого дворца в Москве. В 1711 году, 16 июня, Юст Юль написал «В казацкой стране все благоденствует и все живут в роскоши. Они во всем чище и поопрятнее московитов, а старшины – это умные и воспитанные люди. В общем, жизнь в Украине совсем другая, нежели в Москве, и гораздо лучше. Все население казацкой Украины отличается большой вежливостью и опрятностью, одеваются чисто и держат дома в чистоте». В 1712 году Юст свидетельствовал, что в каждом селе в Украине была школа, и удивленно писал, что видел в украинских селах обычных крестьянок, которые шли в церкви с молитвенником в руках. 1720 год. Немецкий посол Фридрих Кристиан Вебер написал воспоминания о событиях в Украине и Московии. Дорошенко достиг того, что Украина была освобождена от всяких общественных тяжестей, пользовалась магдебургским правом и жила долго добром и молоком. Казаки имели только одну повинность – доставлять царю 60 тысяч конницы, которая тогда имела большое значение для царя. Казаки считались лучшим войском. 1729 год. Антуан Феликс де Монти, французский посол в Варшаве, в письме к своему правительству пишет. Мы знаем гетьмана Пилиппа Орлыка, как человека очень враждебного московитам, разумного, отважного, благородного и очень уважаемого в Украине. Московский царь отобрал у Украины все старые вольности. Казаки активно поджидают случая, чтобы восстать против угнетателей московитов и вернуть свою утраченную свободу. 1731 год. Мари Франсуа Аруэ Вольтер, французский философ и писатель. Украина всегда стремилась к свободе, но окружена Москвой, Турцией и Польшей, вынуждена была искать себе протекторат в одном из этих государств. Украина подчинилась сначала Польше, которая вела себя с ней совсем как с порабощенной страной. Позже Украина заключила соглашение с московитами, которые относились к ней будто к рабу, как это всегда и происходит у московитов. Сначала украинцы пользовались привилегией выбирать себе правителя, но скоро Москва лишила их этого права и гетьмана начали назначать из Москвы. Однажды, когда Мазепа был в Москве, обратился к нему царь, чтобы он, Мазепа, помог сделать казакову более зависимыми. Мазепа ответил, что положение Украины и характер ее нации являются неприемлемыми для осуществления царских планов. Пьяный царь назвал Мазепу предателем и пригрозил, что посадит его на кол. Вернувшись в Украину, Мазепа постановил восстать. Это был отважный человек, неутомимый в работе, хотя и пожилого возраста. Он тайно объединил силы со шведским королем, чтобы ускорить конец царя. 1736 год. Клавдий Ронда. Английский дипломат в Петербурге. В своем отчете лорду Гаррингтону писал, во время Московско-Турецкой войны украинская казацкая сила была первостепенным фактором и опорой целого московского войска. 1747. Фридрих фон Гагедорн. Немецкий поэт. Казацкие думы могут соперничать с лучшей французской и испанской поэзией. 1760 год. Самуэль Готлиб Гмелин. Немецкий врач путешествовал по Украине, где изучал обычаи и жизнь казаков. Волосы у них обнаженные, одежду носят хлопчатобумажную, шелковую и суконную, опоясываются шелковыми поясами. Они веселые, приветливые, очарованы к музыке. В их домах значительно лучше, чем в самых богатых дворах русских. В Украине очень давно умеют лечиться народными и химическими лекарствами и распространено привитие от оспы. 1760 год. Шарль Гравье де Вержен. Французский посол. Украинский народ, теперь порабощенный московитами, которые систематически ведут политику и практику угнетения украинцев, лишения их старых вольностей и прав. Украинская нация очень интеллигентная, культурная, полная противоположность московинам, которые являются азиатскими варварами, не соблюдающими договоров и уничтожающими свободу везде, где появляются. 1769 год. Иоганн Готфрид Гердер. Немецкий писатель, исследователь, этнограф записал в своем дневнике. Украина станет когда-то новой Элладой. Прекрасное положение этого края, веселый нрав народа, его музыкальный талант, плодородная земля когда-то проснутся, и восстанет большая культурная нация, и ее границы протянутся от Черного моря, а оттуда в далекий мир. 1776 год. Карло Хоецкий. Польский шляхтич, плененный российскими войсками и через Украину, отправленный в Сибирь. В своих воспоминаниях он писал, «Мы каждый день видели, как выводили гайдамаков из тюрем. Это происходило после уманских событий. По несколько человек. Наказывали их плетьми, вырывали им ноздри по обычаю москалей, а потом отправляли на вечную ссылку в Сибирь. По дороге в Сибирь мы остановились в Нежине. Этот город упорядоченное и многолюдное место. Как оказалось, жители были очень человечные. Обращались с нами вежливо и ласково. Когда мы покидали город, то неженцы перегоняли нас на санках, бросая нам хлеб ржаной и пшеничный и деньги. Мы были глубоко тронуты человечностью этого народа. Совсем другое отношение к пленным оказалось в московских деревнях, когда мы пересекли украино-российскую границу. Это было совсем другое население, резко отличалось своими обычаями от украинского. Когда мы въезжали в московские села, то почти все жители собирались посмотреть на нас, как на зрелище. Они насмехались над нами, бросали в нас снегом, комками грязи, обращались с нами враждебно, не хотели нам ничего продавать, а если и соглашались, то выставляли невероятные цены. Иоганн Антон Гюльденштедеттон, немецкий академик, путешествовал по Украине в 1771 и в 1774 годах. Украина вела обширную торговлю с Европой, имела большие фабрики тонкого сукна, тонкого льняного полотна, корабельных парусов и канатов, а также фарфора. Было много высококвалифицированных, умелых украинских мастеров во всех ремеслах и промысле. Франсуа Масон. Француз служил в московском войске, написал секретные воспоминания о России. Нация казаков уменьшается из-за давления на нее России. Разве что какая-то счастливая революция лишит ее иго. Некоторые считают их едва не русскими, однако казаки не имеют ничего общего с русскими. Они во всем совершенно отличны, они избирательнее, честнее, менее привыкшие к рабству, а рабство их еще не осквернило. Казаки не имеют ничего общего с московитами, за исключением греческой религии и испорченного московинами славянского языка. Обычаи, их образ жизни, дома, еда, все совершенно различное. Казаки хорошие, красивые, ловкие, искренние, честные, храбрые, не привыкшие к рабству люди. Если коротко, полная противоположность московинам. Казацкая нация теряет независимость, которую она имела перед объединением с Россией. Теперь их древняя республиканская конституция не существует. Равенство между ними исчезло. Российское правительство использует казаков в своих войнах, разбивает их территорию и присоединяет к российским провинциям. Переселяют казаков в другие провинции. Хотя союз казаков с Московией был свободен и имел условный характер. Вся земля в Украине принадлежала казацкой нации. И ни один чужак, включая московинов, не мог поселиться там без разрешения Казацкой республики. 1796 год. Иоганн Христиан Энгель, автор первой в Европе научной истории Украины, писал, «Украина является стеной, стоящей между культурной Европой и нецивилизованной Азией. Она является вратами, через которые многие азиатские орды пробовали ворваться в Европу. Уже по одной этой причине она заслуживает внимания. Но как это произошло, что эти гордые, вольные казаки оказались в московском Иге? Каким образом московиты смогли наложить кандалы на казаков, нацию, которая была ужасом для Турции, Польши и Татар? Как случилось, что место свободно избираемого Гетьмана занял московский губернатор? История казаков имела большое влияние на историю Польши, Швеции, Трансильвании. История казаков многому учит. Требуется гениальное перо, чтобы все это должным образом описать. Как известно, в конце XVIII века московское правительство начало колонизировать Черноморские степи, для завоевания которых украинцы на протяжении многих веков понесли большие жертвы. Московины колонизируют степи различными чужаками, которым давали специальные привилегии, например, государственные суды, инвентарь, освобождение от налогов и тому подобное. Такие же привилегии получали и чистокровные московиты, которых правительство привозило с Московии. Но в то же время московское правительство вело противоположную политику в отношении украинцев. Украинцы не только не получали тех привилегий, которыми отдаривались московиты и иностранцы, но наоборот на них накладывались увеличенные разрушительные налоги. 1795 год. Геранс де Кульон, член французского конвента и генеральный прокурор, написал книгу, в которой посвятил раздел казацкой Украине. Красивой и большой, где царила сердечная атмосфера свободы, независимости, братства и равенства. Царь Петр дал казакам королевские обещания, которых никогда не придерживался. После отмены украинской автономии большая часть украинских земель роздана тому роду рабов, которых называют русскими дворянами. В Украине установлены российские суды, наиболее продажные в Европе, и офицерство российского происхождения. Петр растерзал казацкую волю, а Екатерина II уничтожила последний оплот свободы – сечь. Однако гений независимости ходит, бродит между останками украинского казачества. И недалеко то время, когда они изменят лицо не только Украины, но и России. Стыда не будут терпеть от северных татар. Достатaware